я очень рада представить моего сегодняшнего гости это анна бен шаббат я хочу чтобы она сама себе рассказала кто она и чем она занимается пожалуйста всем привет да меня зовут анна бен шаббат я мама троих девочек мне 35 уже через два дня 36 лет и я родилась союзе пожила какое-то время в россии пожила с родителями на украине с 19 лет 15 лет следующий я жила в брайле и буквально года назад я переехала во францию спорт в моей жизни был всегда то есть я тренер по спорту довольно таки круто поменяла на эту профессию профессию бухгалтера 5 лет назад на сегодняшний день я тренер по кросс фиту и пилатесу для взрослых и для подростков также для детей и я хотела сказать тебе комплимент несмотря на то что у тебя трое детей ты в прекрасной физической форме и это конечно же наверняка благодаря твоей теперешней работе не бухгалтера а тренера по спорту я назвала вот это видео на наш с тобой выход на я назвала его спорт это не мое вот я это сделала специально потому что это эту фразу так часто повторяют люди это просто какое-то сумасшествие да люди которые приходят с лишним весом с проблемами по здоровью они готовы на все что угодно там питаться каким-нибудь там я не знаю гусеницами бабочками все что угодно делает там себе клизмы ставить но вот когда дело доходит до спорта все очень боятся вот этого понятия спорт поэтому мне захотелось пригласить тебя сегодня в качестве ну скажем так профессионала от спорта но с с одной стороны но с другой стороны хотелось бы сразу наших зрителей как бы настроить на то что слово спорт в понимание применение к их жизни он не будет именно с точки зрения профессионального спорта поэтому вот прям сейчас давай развеем ну как бы эти заблуждения в отношении понятия спорт то есть есть спорт профессиональной где люди действительно занимаются спортом для того чтобы зарабатывать деньги да то есть это их работа в ней это делать как профессию но когда мы говорим о людях из общества обычных людей к тому которые набрали лишний вес которые уже имеют какие-то хронические заболевания что мы будем вкладывать в них понятие спорт вот как бы ты как бы ты им это сказала объяснила да что такой вообще спорт для их жизни ну вообще я тоже пришла не из профессионального спорта больше любитель поэтому считаю что как бы в моем понятии спорт как я говорю своим клиентам тоже что это важно как ежедневная активность то есть необязательно бежать марафоны или там качаться в спортзале и но спорт как бы как вы хотите называйте можно его назвать просто активность необходимое рутинное занятие каждого человека который хочет продлить жизнь который хочет чтобы определенному возрасту у него не было проблем никаких то есть невозможно не заниматься спортом так скажем активностью и прожить нормальную полноценную жизнь чтобы нигде ничего не болело потому что это ненормально вот поэтому это больше ежедневная активность ежедневная рутина которая должна быть то есть вот и люди которые говорят я не люблю спорт но может быть просто не совсем понимают или что это такое ты сказал замечательную фразу и я считаю она ключевая это ежедневная активность как рутина и мне очень понравилось в одном из наших с тобой разговоров когда мы только готовились до к этому выходу этого видео ты сказала что спорт должен войти в жизнь людей вот как чистить зубы мне вот это вот очень понравилось это действительно такое вот какая-то какой-то элемент жизни вот как рутина действительно который быть должен быть само собою разумеющимся ведь вот насколько я понимаю сущность человеческого происхождения то есть человека не просто так снабдили вот этой вот потрясающе развитой мышечной системой да у нас все тело оно состоит из мышц буквально все да нет ни одного буквально там наверно никакой кусочка тела где бы мышц него почему для чего это нужно для того потому что мышцы это движение тела это для того чтобы наше тело могло двигаться всеми своими частями есть и внутренние мышцы и да и те которые там управляют работой органов брюшной полосы например да сердце сердечная мышца вообще мы все состоим из мышц вот стал бы создатель до делать такую богатую мышечную систему если бы он не предполагал что эти мышцы должны быть все время в движении то есть это очень понятно да что если мышцы не двигаются соответственно там все застаивается а поскольку они снабжены густокровеносной системы сосудами то движение мышц приводит в тонус до наши сосуды улучшается кровоснабжение ведь надеется только на одно сердце что только она будет качать кровь до всему телу но это как бы слишком слишком нагло по отношению к своему сердцу она и так слишком много нагрузки принимает вот и как действительно когда мы идем утром просыпаемся идем в ванную мы чистим зубы само собой да мы хотим чтобы это было здесь был порядок то почему бы не хотеть вот этого привести порядок своей мышцы которые за ночь тоже что там с ними происходит они они просто залеживаются тогда вниз как это правильно сказать что с ними происходит с этими мышцами и идут день действительно альтернативно да и день конечно возможные проблемы да совершенно верно и поэтому мы включаем в наш день движение скажу два слова просто себе какое отношение и там имею или милых спорта потом хотелось бы твою историю тоже послушать ты сказала что ты не была профессиональной спорте но дело в том что мы рождаемся не спортсменами да мы рождаемся просто людьми и я очень благодарна своим родителям которые меня буквально с пяти лет уже начали поставили и на коньки и на лыжи и купили там бадминтон мяч какие-то там скакалки очень у меня было все для спорта и когда училась третьем классе меня мне предложили пойти записаться в лыжную секцию и вот с тех пор я начала заниматься лыжными гонками и это было до 30 лет то есть всю свою молодую жизнь я действительно занималась спортом но я не могу сказать что это было профессионально потому что я это не было профессии это было очень большим хобби я закончила спортивную школу получила первый взрослый разряд но не стала дальше связать свою жизнь со спортом но спорт остался моим другом навсегда потому что когда были времена когда я вдруг переставала активно двигаться но там связано может быть с образом жизни работой и вот это вот отсутствие физических движений оно отражалось на мне следующим образом у меня началась ломка вот может свои истории какие-то расскажешь и когда ты ложишься спать но ты свою норму движения не сделал за день я не могла уснуть потому что меня ломало у меня мои мышцы просили я не знаю как это называется чего-то да и я вставала я вставала ночью я делала приседания отжимания я вот это вот из себя выводила и все и и спокойном состоянии ложилась спать вот но это было давно потом значит там дети то все и в общем-то уж спорт уже не стал как бы такой составной частью в большом масштабе моей жизни но активный образ жизни мне всегда нравился продолжать нравится какая-то активность обязательно присутствует так вот вот это вот отношение к спорту пусть даже не профессиональному но вот к этой дисциплине спортивной она очень благодарна отозвалось на все мои последующие деятельности в том числе когда я начала заниматься очищением погонян когда стала практиковать эти все очистительные практики и смену питания я часто видела как там пишут а вот там силу воли то все и хотя я не сторонник того что вот в такой практике должна быть присутствует сила воли но дисциплина там должна быть конечно и так вот спорт он явно мне подарил вот эту дисциплину за что я вот очень благодарю свое прошлое спортивное ну и хотелось бы твою тоже историю вообще услышать как как спорт появился твоей жизни ну спортом как любой я еще развивалась советское время советское время всегда то есть ребенок рождается пьяна но вот меня тоже также отправляли всевозможный спорт но как бы я очень мне нравилась активность мне кажется все дети так и также я пробовала себя во многих видах спорта в основном это была борьба самбо ушу вот такие вот направления да не танцы и вот девчачьи вещи у меня не заходили и в принципе спортом я занималась всегда когда я стала уже взрослее подростком да я сама пошла более тянулся таким женственным вещам как танцы танцы живота были в моде когда-то то есть спортом я занималась всегда у меня не было такого что в институте я еще успела поучиться в россии потом когда я уже сменил страну да переехала в 19 лет в израиль и опять все по новой все но как бы спор какая-то активность как бы да видимо это дисциплина с детства что это необходимость если там неделю-две не занимаешься но это просто исключение из правил не что-то я делала до этом ходила бегала всегда что-то занималась что-то делала и это наверное больше такое психологическое чем физическое потому что это всегда была моя возможность потом когда появились дети маленькие побыть сама с собой сделать что-то для себя вот то есть пусть весь день 23 часа в сутки я занята детьми работа и так далее но хотя бы вот 40 минут хотя бы час это было единственное время для меня даже одно из условий у меня трое детей и я не очень хотела сначала детей странно это звучит наверное но потому что я именно боялась потерять вот это вот ну хоть что-то для себя ставить и поэтому когда мы уже планировали и я сказала мужу единственное мое условие там я буду не спать не есть неважно что делать но три раза в неделю хотя бы дай мне пожалуйста возможность выйти одной самой позаниматься час мне много не надо то есть он сказал конечно не проблема вот но и действительно это было так это была моя единственное моё хобби так сказать в какой-то момент около 30 лет мне было я поняла что я хочу поменять что-то в жизни то есть мне надоело работа в офисе вот это вот удобство мало движения но нужно урывать часы чтобы заниматься хотя бы из того что времени что и так осталось в сутках еще как-то или встать в 4 утра там в 5 побежать куда-то или уже очень поздно вечером то есть но что-то сделать в плане спортивным я решила поменять профессию на самом деле я подумала почему нет почему обязательно должна быть у меня была такая вот устойчивость родители так воспитали что все надо учиться всему то есть если ты не был профессиональным спортсменом с медалями то каким спорт каким тренером ты можешь быть на самом деле я думаю наоборот потому что и я же тренирую обычных людей они спортсмена то есть мой подход мне кажется он лучше чем у спортсмена дрессирующего там профессиональных спортсменов потому что я понимаю что да не хочется я понимаю что тяжело потому что я сама оттуда пришла в принципе но поэтому то есть я рада что я поменяла свою профессию занимаюсь этим уже почти пять лет мне очень нравится особенно когда видишь результаты людей на то что я пытаюсь донести до людей что актив и спорт это именно активность и есть спортом можно назвать любую активность просто покататься на велосипеде просто потянуться заниматься йогой то есть всегда можно найти какое-то что-то что тебе нравится своему телу и себе попробовать себя в этом обязательно то есть после одного занятия ты не можешь сказать нравится тебе или нет искать я не люблю спорт но никогда этого не делая но это тоже невозможно то есть нужно попробовать дать себе ну хотя бы не три недели как говорится что привычка она воспитывается 21 день но регулярно заниматься и когда ты увидишь результаты когда ты начинаешь не чувствовать боли в спине не чувствовать каких-то зажимов и то есть не может невозможно не полюбить спорта в итоге правда но но да человек который в это совершенно верно это вот ты прочим правильно заметила что прежде чем сказать вот это да спорт это мое или спорт это не мое надо попробовать вот но правда с одного раза ты не можешь понять как это и что это надо хотя бы но какое-то начальное базовое что-то такое да какую-то методику или какой-то цикл и какой-то комплекс упражнений нужно просто попробовать сделать его на ежедневной основе и почувствовать а что тебе это дало да а что то что изменилось твоя жизнь и только после этого сказать твое это или не твое но ведь да действительно мы вот мы состоим из мышц и тело человека это очень богатая мышечная система и и если предположим более там ранние времена даже вот скажем на заре человечества и потом когда еще не было столько благ цивилизации да не было автомобилей не было каких-то каких-то лифтов и тогда это ведь люди же очень много двигались даже вот я не надо далеко ходить за примером я вот вспоминаю свое детство мы жили в провинциальном городке собственно я и сейчас в нем живу и у нас вообще не было общественного транспорта и у меня каждый день значит мама ходила на работу пешком 40 минут и был в один конец и это в течение десятилетий она ходила на работу 40 минут туда и 40 минут обратно пешком вот сейчас возвращаясь в наши дни это трудно представить что люди будут 40 минут идти пешком но это есть такие люди но их мало в основном все пользуются транспортом мы дети тоже ходили в школу пешком на всякие там секции везде не было никаких автомобилей по дорогам ездили ну редкие-редкие там жигули которые кто-то там умудрился купить и лошади с стонями и телегами но это было бы 60-е и 70-е годы да советский союз теперь конечно картина и на маршрутке и все дела и в общем-то все пересели на колеса и все двигаются именно вот на колеса и поэтому когда люди начинают вводить спорт свою жизнь часто бывают неграмотные к сожалению специалисты которые начинают их гонять как сидоровых коз и люди вместо того чтобы получить это вот приятное впечатление от спорта начинают испытывать жесткие трудности и я прекрасно понимаю эти трудности даю там и будет все и болеть и отвращение к этому виду физической активности может пропасть надолго если не всегда я специально тебя сегодня пригласил вот на это на этот разговор чтобы мы смогли донести до людей что очень важно начинать вводить спорт в свою жизнь ну будем говорить физическую активность да это будет наверное более для них более легкое понимание что физическую активность надо вводить свою жизнь постепенно плавно желательно с инструктором который проведет тебя по этому пути и регулярно и комфортно и очень здорово если это будет совмещено с общей оздоровительной практикой это вот я подвожу сейчас людей к нашему марафону в котором они ты берешь на себя вот эту миссию руководить людьми до инструктировать их по часть физической активности раньше у меня на марафонах не было такой функции меня просто на все не хватит но и потом я не не инструктор по физкультуре и по спорту да у меня другая миссия поэтому я очень рада что ты сейчас вольешься в наш марафон именно со своей деятельностью тренера инструктора как правильно назвать твою специальность инструктор по если мы выбираем плавную я как бы несколько видов деятельности несколько видов спорта поэтому инструктор по пилатесу потому что я выбираю в данный момент концентрироваться именно на пилатесе то есть ты считаешь что для начинающих которые имеют довольно скажем возраст уже такой да и проблемки там есть с весом со здоровьем ты считаешь что идеально начинать с пилатеса так конечно тогда можно в нескольких словах что такое пилатес вообще окей пилатес это плавная техника которая работаем мы со всеми мышцами со всеми мышцами которые у нас держат тело то есть мышцы кора в принципе все мышцы и очень хорошо прорабатываются и маленькие мышцы которые обычным спортом очень сложно задействовать это происходит без поднятия сильного пульса так то есть входит людям в возрасте и всегда любое упражнение можно сделать вариацию в более легком варианте в более сложном то есть более базовые упражнения на него набираются еще дополнительные упражнения усложняющие упражнения но всегда можно остаться в первом базовом варианте я всегда показываю базовый более усложненный и объясняю конечно же на уроке то есть если вы чувствуете так и так значит делаем вот так если поэтому это очень важно делать желательно онлайн и желательно человеком и почему это подходит людям с лишним весом потому что нету здесь прыжков как в любом спорте нету нагрузки происходит это все называется на русском пилатес коврик так переведу потому что происходит это все на коврике то есть получается есть поддержка то есть это или на четвереньках или лежа или на полу или сидя то есть есть какая-то поддержка тела особенно это очень подходит людям у кого есть лишний вес и сложно держать себя там на весу так что это отличная практика она подходит также для вообще изначально пилатес был придуман человеком который практиковал это для людей после втором мировой войны которые травмировались он это придумал эту систему набор упражнений и до сих пор это используется с небольшими вариациями то есть она изначально была придумана для людей с проблемами проблемами позвоночника проблемами и так далее то есть это специально разработанная техника поэтому каждое упражнение это не просто набор упражнений это вот именно тщательно продумано можно концентрироваться в чем-то конкретном какой-то конкретной проблеме но в любом случае задействуется в течение уроков все те все мышцы и сразу же чувствуется облегчение допустим проблема у всех спина всегда да кто сидит ходит не важно лишний вес не лишний вес спина в основном проблема очень хорошо убираются зажимы то есть человек буквально через неделю уже точно почувствует разницу даже в самом занятии чувствуется разница в начале когда ты начинаешь и когда ты заканчиваешь занятия одни и те же движения я специально даю пробовать эти движения в начале и в конце чувствуется что о да хорошо все это замечают ну это классно потому что мой марафон он как раз направлен на то чтобы люди начали заниматься своим телом своим и начали слышать какие-то как в нем начинают меняться какие-то процессы процессы пищеварения процессы выведения отходов они начинают меняться но как правило люди которые сильно зашлакованы но с большим лишним весом они не чувствуют этих изменений и очень часто они не чувствуют их из-за глубоких спазмов мышечных потому что там просто пережат вообще все рецепторы так вот я думаю что пилатес как раз будет отличным инструментом который строится вот да вот в эту оздоровительную практику и поможет им снять вот эти спазмы которые мешают им чувствовать себя и когда они начнут себя лучше чувствовать у них отдача будет лучше от этого процесса они быстрее начнут получать результат которому они так стремятся ведь люди же очень стремятся идти в марафон именно из-за того чтобы научиться очищать себя правильно заниматься детоксом научиться питаться правильно и если мы им дадим еще возможность с помощью пилатеса помогать налаживать контакт со своим телом это вообще супер просто вообще я очень рада что мой марафон начинает обогащаться различными дополнительными направлениями оздоровительными ведь это же неправильно когда человек да хочет достичь комплексного результата но берет только какую-то да одну сферу там питание но очищение ведь у нас же еще есть разные сферы и очень здорово что сейчас твой ты в лице инструктора и тренера вольешься в наш марафон и будешь направлять людей туда куда им нужно и здорово что действительно это можно будет делать на онлайн тренировках и ну чувствовать людей да и указывать может быть сразу на какие-то ошибки или хотя бы слышать кому тяжело и дать вовремя свое какое-то там пожелание чтобы было легче это здорово что можно регулировать степень нагрузки именно под свою ситуацию так и ну конечно я не могу еще не сказать о том что мы используем эфирные масла в нашей практике изменение питания и очищение организма и я знаю что ты в своей практике физической активности сейчас тоже начала использовать эфирные масла ну не то чтобы начала но сколько уже месяцев ты практикуешь эфирные масла в своей работе ну так ну месяцев пять я всего-то шесть месяцев первый месяц ну да где-то около полугода да вот ну ты можешь назвать какие-то любимчики какие-то фавориты свои масла которые именно хорошо встраиваются в тренировки и играют какие-то хорошие роли ну обычно я смотрю если это пилатес да то есть я смотрю какое время дня я делаю тренировку так маслами я тогда когда приходят ко мне в основном вот и поэтому если это до часов до четырех я использую ну мне самой видимо нравится этот запах цитрус бриз такое более ты используешь в диффузере в диффузере да я использую так я распыляю заранее конечно до того как люди приходят потому что атмосферы когда они входят ну как бы да да дает свое и если это вечерние тренировки то я использую такие могу даже масло лаванды добавить то есть я мешаю масло есть petite грамм вот это такое маленькое зеленое более спокойное успокаивающее да то есть я выбираю успокаивающее масло и добавляю тоже мне нравится ну запах air бриз по-другому да наверное бриз вот этот запах тоже мне нравится это в основном такие масла то есть первая половина больше цитрусовые я использую могу домешать еще туда какие-то ну беру основу или оранж вот этот как однорус ну апельсин цитрусовые масла больше я использую да я согласна да а вечером более успокоительные масла потому что это расслабляет это да это так действительно вот эта ароматическая составляющая нашей деятельности чем бы мы не занимались она очень ну действует я имею ввиду как усиление эффекта мы получаем либо более ярко вырженный эффект либо быстрее достигаем эффекта эфирные масла этому очень помогают а вот скажи пожалуйста ты используешь дипло либо для разогрева мышц перед тренировкой либо после тренировки для расставления мышц вот ты лично в своей это я использую для себя конечно для себя ну и если вдруг бывает неприятное там потянули мышцу могу немножко в конце промассировать им тоже да а там в принципе для себя да я использую постоянную основу каждый вечер ну там уже на кровати и икры ноги то есть у меня как таково ничего не болит вот такого в принципе не помню но именно что мышцы которые работали чтобы расслабить да делали в ванну для расслабления тоже но мы же можем мы же можем рекомендовать нашим участникам марафона использовать дипло ведь хуже точно не будет конечно нет это отличное решение для мышц для зажимов также поработали но не до конца растянули мышцу не до конца ушел на зажим это как дополнительная помощь до следующего занятия и с оно не уйдут все проблемы с первым занятием это нереально но регулярно двойной эффект получается двойной эффект что мы с одной стороны мы его берем как разогрев до тренировки это же усиление кровотока а люди которые не посвящены в тему спорт и физической активности они недооценивают важность разогрева даже перед такими плавными движениями что из себя представляет пилатес да все равно нужен какой-то наверное элементарный разогрев по типу мышцы в общем и целом чтобы кровь заработала более активно и вот тепло я думаю что мы добьемся хорошего результата с его помощью если будем советовать нашим подопечным использовать его с вазой разведение с базой с базовым маслом для нанесения на может быть наиболее такие важные участки тела которые будут подвергаться может быть более да активные мышцы а второй эффект мы достигаем наоборот после тренировки когда где-то какая-то мышца перетрудилась как ты заметила правильно что где-то там может что-то потянуть или там неловко как-то поднял руку или повернул голову мы используем ту же самую смесь но теперь уже для снятия напряжения и усиления кровотока чтобы обезболить и избавиться от этой проблемы перерастяжения или перенапряжения какого да вот эта смесь тепло она у нас как такой такой прям яркий пример того как можно использовать эфирные масла в физической практике что еще мы можем порекомендовать нашим подопечным с точки зрения масел мы сказали про ароматерапию утреннюю вечернюю про нанесение наружно на тело теперь что касается приема внутрь я просто со своей со своей практики могу сказать что ежедневное применение внутрь эфирного масла лимона помогает хорошо охилачивать кровь я думаю что это важно и в физической практике тоже да конечно закисленная кровь она хуже идет хуже ответ организма на физическое воздействие вот это тяжелее нагрузки поэтому я очень со своей стороны советовала ежедневный прием эфирного масла лимона но в принципе это может быть любое масло цитрусовое и дикий апельсин и масло мандарин я хотела сказать что я допустим я стараюсь следить за питьем потому что это еще важно в течение дня я делаю себе бутылочки по пол литра и допустим первое у меня идет вода с лимоном с утра потом я очень регулярно слим-сесси а то есть чередую меня допустим надо выпить в течение дня пью 4 бутылочки по пол литра то есть это около 2 литров воды потому что я пью кофе и ну короче говоря я привыкла пить много воды и поэтому просто воду пить а я ну как-то уже не привыкла я уже привыкла к короме то есть это идет масло-лимон другая бутылка это слим-сесси опять же у меня вот этот дикий апельсин третья бутылка и иногда даже лаван добавляю уже если причем так что я череду интересно ну сейчас я еще жду масла хочу попить там всякие зондокрин то есть более такие комплексы уже тоже так же мне кажется для меня идеально добавлять бутылку пить в течение дня да вот оно так легче пьется действительно и да здорово я тоже я тоже привыкла уже пить воду не просто воду а добавляя там да какое-нибудь масло ну цитру свою обычно это приятнее всего вот про слим-сесси правда это тоже наверное такой же будет ну обязательно рекомендация для тех кто будет встраивать да пилатес в свою здравительную практику это обмен веществ это метаболическая смесь это blend метаболик и мы же занимаемся как мы как раз этим и занимаемся мы занимаемся нормализацией обмена веществ в том числе и с помощью физической практики когда мы еще соединяем это с эфирным маслом которое тоже отвечает за нормализацию обмена веществ это усиливает в разы просто эффект в общем я так подозреваю что наше вот это объединение наших практик на марафоне должно принести какие-то совершенно потрясающие результаты для тех людей которые приходят в марафон и снижать вес и избавляться от своих хронических заболеваний потому что это все составляющие одной единой практики да оздоровление человека естественными методами а питание спорт и очищение организма эфирные масла это самое что ни на есть естественные методы более естественных наверное придумать невозможно вот поэтому приглашаю тех кто еще пока не с нами в марафоне я приглашаю присоединиться к нам пройти по первой ссылочке внизу под этим видео присоединиться присоединиться нет на самом деле это действительно это путь который никогда не кончается вот почему проект бессрочный вот почему мы всегда рады людям которые приходят в этот проект потому что это люди действительно желающие себе здоровья желающие себе добра и это люди с с мотивацией и с целями поэтому если вы один из таких людей обязательно приходите в наш марафон будем рады помочь вам на этом пути пути оздоровления динамичный человек я постоянно ищу выход и я люблю комфорт обожаю но я считаю что человек который хочет развиваться интересно жить он обязательно должен выходить из комфорта поэтому заставляю себя периодически переезжать куда-нибудь и по новой все осваивать и то же самое хотел сказать людям которые пришли на марафон которые хотят попробовать себя в спорте что да нужно если вы хотите действительно каких-то результатов нужно заставлять себя иногда выходить из комфортных условий иначе не будет никакого результата то есть даже для того чтобы ничего не изменилось чтобы вы чувствовали себя так как вы чувствуете хотя бы уже сейчас нужно предлагать усилия не может быть такого что ничего не прилагать усилий то есть это просто дорога в один конец вниз если мы хотим хотя бы стоять на месте нужно предлагать усилия чуть больше если мы хотим что-то дальше изменить Да, я полностью согласна, но хотела бы еще добавить, что когда мы выходим из зоны комфорта в зону некомфорта, но если эта зона некомфорта сулит тебе какие-то положительные изменения, причем очень быстро, то вот эта самая зона некомфорта, она очень быстро становится зоной комфорта. То есть она становится составляющей твоей жизни, и ты себя очень прекрасно там ощущаешь. Вот так произошло со мной и с тобой, Аня, и поэтому мы знаем, о чем мы говорим. Аня, благодарю тебя за это интервью, и если у наших зрителей возникнут какие-то индивидуальные вопросы по встраиванию физической активности в их жизни, они могут задавать вопросы как в комментариях, а также лично Ане на ее контакт на страничке, на которую можно перейти по первой ссылке под этим видео. Аня с удовольствием ответит на ваши вопросы касательно встраивания физической практики в вашу жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!